Привет, друзья! Все о правильной технике приседаний со штангой на плечах в этом видео. Приседания со штангой – это своего рода массовый удар по мышцам всего низа вашего тела. И это ключевое упражнение для человека, который тренирует свои мышцы натурально. Если конкретно и коротко, то приседаниями вы в первую очередь прокачаете квадрицепсы и ягодичные. Помогать им будут приводящие мышцы, бицепсы бедра, икроножные и комбаловидные. Плюс, чтобы движение получалось чистым и нерасхлябанным, нагружается много мышц стабилизаторов. Основные – это разгибатели позвоночника с верхом трапеции, средняя и малая ягодичная, прямая мышца живота вместе с косыми и мышцы кора. Они включают в себя все мышцы, которые крепятся к вашим бедрам, тазу и нижней части спины. Теперь переходим к самому упражнению. Перед началом подхода установите стойки на удобной для вас высоте. Ориентир – это уровень подмышек. Главное здесь, чтобы вы не цеплялись за них, когда отходите со штангой назад. Дальше закрепите блины фиксаторами и выведите штангу ровно по центру стоек. Станьте под гриф и упритесь в него трапециями. Обратите внимание, что он не должен давить вам на шею. Это слишком высокое положение и не должен находиться на уровне лопаток, соскальзывая вниз. Выберите золотую середину и сместите руки ближе к плечам. Так вы будете максимально контролировать снаряд. Теперь встаньте со штангой, сделайте два шага назад и один подшаг, для того, чтобы ваши ноги стали на одной линии. Поставьте стопы на ширине плеч и разверните носки немного в стороны. Немного это угол от 15 до 30 градусов. Дальше слегка вытяните голову и смотрите прямо перед собой. Отклоните локти назад. Не держите их прямо под штангой, потому что это положение анатомически некомфортно для ваших рук. Теперь сделайте вдох и начинайте опускаться. Направляйте колени в ту же сторону, куда направлены пальцы ног. По ходу движения вниз равномерно распределяйте нагрузку по всей поверхности ваших стоп. И если посмотреть сбоку, то гриф должен двигаться четко по прямой линии к середине стопы. Подконтрольно приседайте, вдавливая верх спины в гриф, чтобы грудь не заваливалась вперед. Опускайтесь как минимум до параллели бедра с полом. Это минимальный стандарт, который качественно нагружает мышцы. Но максимум от упражнения вы получите, если пойдете чуть ниже параллели с полом. Именно в таком исполнении вам открывается максимальный эффект упражнения в виде роста мышц и силы. Как только вы опустились в нижнее положение, сразу же, без паузы, начинайте мощный подъем вверх. Давите всей поверхностью стопы и поднимайтесь до полного сокращения мышц на выдохе. И в верхней точке не расслабляйтесь и не стойте долго. Сохраняя напряжение в мышцах, сразу начинайте следующее повторение. Есть один момент, который вы должны знать, потому что он убивает коленные суставы. Это сведение коленей во время приседаний. Если вы такое у себя заметили, то первое, что нужно сделать, это мышечным усилием постараться выровнять колени до одной плоскости с носками. Если этого сделать не получается, то дело чаще всего в слишком зажатых приводящих мышцах и малотренированных отводящих. В этой ситуации перед каждой тренировкой низа делайте 4 простых шага. Выполните хорошую разогревающую разминку для мышц ног. Сделайте 3 подхода на растяжку для приводящих мышц. Изолировано, тоже в 3 подходах, прокачайте отводящие мышцы, то есть малые и средние ягодичные. Это можно сделать разведениями ног в тренажере или отведениями на блоке. И сделайте 3 подхода приседаний с пустым грифом и эспандером, который вы фиксируете выше коленей. Резинка будет стараться стянуть ноги, а ваши отводящие мышцы станут укрепляться за счет того, что не дают ей этого сделать. Так уже через месяц вам будет намного проще удерживать колени правильно. Если вы замечаете, что в приседаниях сначала поднимается таз, а потом за ним подтягивается вверх тело, то это говорит о двух вещах. О не очень хорошей координации в этом движении и о слабости квадрицепсов. Из этого тело начинает компенсировать нагрузку на переднюю часть бедра, сильнее включая ягодицы и разгибатели позвоночника. Чтобы этого не происходило, уменьшите рабочий вес и старайтесь не опускать голову вниз во время движения. Когда закрепится привычка приседать с правильным положением тела, можно будет уверенно добавлять рабочий вес без ущерба технике и здоровью. Когда во время приседаний отрываются пятки, это серьезная ошибка и признак недостаточной эластичности связок лодыжки. Я предлагаю вам прямо сейчас проверить эластичность ваших связок. Сделать это очень просто. Поставьте носок вашей стопы на расстоянии 13 сантиметров от стены. Изгибая ногу в колени, постарайтесь коснуться стены, не отрывая пятку. Если у вас получилось, то эластичность связок отличная. Если нет, то над ней нужно поработать. Для этого в конце тренировки уделите 3 минуты простому упражнению. Тянитесь коленом вперед, не отрывая пятку. 20 секунд. После этого 10 секунд отдохните и повторите так трижды. То же самое сделайте на другую ногу. Когда вы приседаете, важно сохранить естественный изгиб позвоночника, чтобы не травмировать поясницу. Но часто, особенно при глубоких приседаниях, таз подкручивается и поясница сгибается. То, насколько низко получится опуститься с правильным положением спины, зависит от эластичности ваших мышц, связок и подвижности суставов. По мере тренированности эти параметры будут улучшаться. Но что важнее сейчас, это то, что не нужно гнаться за самой глубокой амплитудой, если пока физически не получается это сделать правильно. Наберитесь терпения и опускайтесь только до того уровня, где спина сохраняет естественный изгиб. С техникой разобрались, и теперь пару слов об экипировке. Возможно, вы замечали, что некоторые люди в приседаниях используют пояс. И может появиться вопрос, зачем он вообще нужен и нужен ли он конкретно вам. Если в двух словах, то задача пояса такая. Когда вы делаете глубокий вдох, давление в брюшной полости увеличивается и как бы распирает пояс изнутри. За счет этого вы получаете такой защитный корсет. И это особенно актуально при работе с большими весами. Но если вы только учитесь приседать, то использовать пояс не рекомендуется. Ваше тело должно освоить базовую технику без экипировки. С ростом тренированности и рабочего веса можно будет взять пояс. Но эта вещь не обязательная. Другой вопрос. Бинты и наколенники. У бинтовых наколенников основная задача – это стабилизация коленного сустава. Еще они частично берут на себя амортизацию, а наколенники дополнительно держат теплую температуру для суставов. Применять их или нет – дело личное. Если с ними вы ощущаете себя в приседаниях увереннее, то использовать можно. Если тренируетесь без них и чувствуете себя комфортно, то использовать их абсолютно не обязательно. А вот что касается обуви с твердой подошвой, то эта вещь очень желательная. В отличие от мягких беговых кроссовок, такая обувь повысит вашу устойчивость и передачу усилия от стоп к полу. Плюс, если у вас слабая подвижность лодыжки, о чем мы раньше говорили, то выбирая штангетки с приподнятым каблуком, вы сможете присесть глубже, не нарушая технику. Если же у вас ограничен бюджет, то можно использовать обычные кеды с плоской подошвой. Это тоже будет лучше, чем мягкие кроссовки. Когда худой человек начинает приседать со штангой на плечах, в первое время часто остаются синяки, потому что мышцы еще мало и гриф давит на кости. Чтобы не было дискомфорта и таких визуальных последствий, можно использовать накладку на гриф. Она смягчает давление от штанги и делать упражнение становится комфортнее. Со временем ее можно будет убрать. Есть один совет, который поможет вам раз и навсегда отработать идеальную технику дыхания в приседаниях со штангой. Для этого представьте ситуацию, когда вы стоите по грудь в воде. Сначала вы делаете глубокий вдох и начинаете погружаться вниз. Опускаетесь в самую нижнюю точку и начинаете подъем вверх, все еще задерживая дыхание. И когда вы проходите две трети подъема вверх, то есть самую сложную часть движения, и условно выныриваете, то начинайте выдох и продолжайте его до полного возвращения в начальное положение. И финальная, очень нехитрая рекомендация. Снимайте себя на камеру. Посмотреть со стороны бывает очень полезно, и вы сами сможете увидеть те нюансы, которые не замечали в момент подхода. Теперь вы знаете подробную технику приседаний со штангой на плечах. Оцените это видео, если оно было для вас полезным. И если вам нужна грамотно составленная программа тренировок, то получить ее можно под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok